Привет, друзья! Продолжаем наш курс грамотного мышления. Как обычно, ссылка на весь плейлист находится в описании к видео. Сегодня мы начнем говорить о том, из чего состоит реальный мир. На предыдущих занятиях мы поговорили о том, что это такое и как это вообще устроено. И давайте подытожим, повторим. Реальный мир это все то, что существует объективно, то есть совокупность всех предметов вообще, которые мы знаем и которые когда-либо встретим, которые обладают таким признаком, как объективное существование. А объективное существование это такое состояние объекта или участка, а точнее его образа в нашей голове, такое состояние этого образа в нашей голове, когда для него выполняется условие, что сколько бы разных людей не изучали этот объект или участок в реальности, хотя нельзя употреблять слово реальность в определении реального мира, ну ладно, то есть сколько бы разных людей его не изучали, результаты этих исследований будут одинаковыми с учетом погрешности и при соблюдении чистоты эксперимента. Если вы не разбираетесь, как это устроено, если вы плохо понимаете, что я сейчас сказал, то, ребята, я вас предупреждаю. Простое прослушивание из любопытства того, что я расскажу дальше, не сделает вас умнее. Оно, возможно, вас развлечет, возможно, позволит самоутвердиться перед друзьями. Вы скажете, я вот умное слушал, кое-что услышал, какие-то формулировки могу повторить частично, а вы вот не слушали, я крутой, круче вас, но вы не станете умнее. Если вы хотите извлечь пользу отсюда, из этого курса, вы обязательно должны вернуться и разобраться, как же устроен этот реальный мир, как вот это определение объективного существования, как это работает. Не получается разобраться, приходите ко мне в государство 3.0 в Дискорде, то есть покопайтесь в ссылочках под видео, переходите в группу государство 3.0, там есть вход в Дискорд из группы ВКонтакте, там справа ссылки, и там есть вход в чат Дискорда. Можете пытаться там вопросы задавать, можете мне в личку ВКонтакте написать, но имейте в виду, что в обоих случаях вам придется быть очень вежливыми и уважать чужое время и внимание. Так вот, ребят, буду исходить из предположения, что те, кто смотрят дальше, разобрались, что такое реальный мир. Это все то, что существует объективно. Таким образом, мы в том первичном хаосе, который в среднем у людей происходит в головах, то есть был какой-то вот этот хаос, сначала мы провели разделение такое, что вот эти вот вещи реальны по некому признаку, а вот эти вещи нереальны. Ну, я даже не буду никакую букву ставить, то есть вот эта половина реальна, а вот эта нет. Теперь нам нужно вот эти реальные вещи, полная их совокупность, это у меня называется реальный мир. Так вот этот реальный мир, вот это множество реальных вещей, теперь будем делить на составляющие, изучать из чего это все состоит. И следующее такое вот разделение, от глобального к более мелкому, оно будет заключаться в том, что мы разделим реальный мир на то, с чем мы можем взаимодействовать и не можем взаимодействовать. То есть вот так напишу МВ, можем взаимодействовать и не можем взаимодействовать. Вот здесь, где мы не можем взаимодействовать с чем-то, с какой-то реальной вещью, будет как раз находиться пространство, о котором сегодня пойдет речь. Есть разные философские воззрения на пространство. Кто-то утверждает, что пространства вообще нет. Кто-то утверждает, что пространство это вакуум, запятая пустота, приравнивая вакуум к пустоте. Кто-то возражает, что вакуум это вовсе не пустота. Это очень сложная штука. Кто-то говорит, что оно неделимое, что это сплошная такая вот пустота. Кто-то говорит, что все это сегментировано. И есть кусочки там конкретные, конкретные даже вот когда-то, обсуждал я в одном видео на своем канале, что там очень хитрой специфической формы, якобы вот ячейки пространства. Кто-то предположил, что они должны быть какой-то хитрой специфической формы. Мы не можем и не будем заниматься здесь вот этим. Я уже говорил, вспоминайте, пожалуйста, что задача грамотного мышления, не сделать шаг вперед из толпы и сказать, я знаю лучше физиков. И я вам расскажу, как мир устроен на самом деле. И мол, я вам расскажу, что есть такая сущность, пространство. Нет-нет-нет, мы здесь занимаемся вовсе не этим. Мы всего лишь пытаемся тот изначальный хаос информации, который есть у нас в голове, разделить на некие категории, чтобы с ними понятным образом потом обращаться. И разные люди для себя выделяют пространство в окружающем мире и не выделяют пространство. Есть и такие, и такие люди. Кто-то, например, говорит, что есть только материя. Есть только материя. Все сущее – это материя. И мы состоим из материи и находимся среди материи. И когда говоришь с этим человеком, что мол, ну вот смотри, мы находимся среди воздуха, но когда мы поднимаемся в космос, воздух заканчивается, и мы летим в каком-то пустом пространстве, он говорит, нет, оно вовсе не пустое. Хорошо, оно не пустое, возможно, но оно совсем не такое, как воздух. То есть свойства у него совсем другие. Воздух, там, плотность какую-то имеет упругость, он сопротивляется движению, особенно на больших скоростях. А в космосе с любой скоростью лети, пожалуйста. То есть разгоняться трудно, а именно уже саму скорость никакое сопротивление не гасит. Спокойно там перемещаешься. То есть все другое. Говорит, ничего не знаю, это тоже материя. Хорошо. И можно действительно так рассуждать. Знаете, почему я выделяю отдельно пространство? То есть еще раз, еще раз, давайте вспомним. Мы здесь занимаемся тем, что с точки зрения практической философии, имеющуюся информацию у нас в голове, делим на некие понятные категории. Мы не рождаем здесь сущности. Я вам не рассказываю, как мир устроен в действительности. А мы делим на понятные категории. Почему я выделяю такую категорию, как пространство? Потому что замечено с некоторых пор, что если у нас был один... Ну, давайте постараюсь изобразить вот такую конструкцию. Как бы был у нас такой вот кубик, кубический метр, допустим, с гранитом. Если мы... Ну вот все это, скажем так, в массиве в неком находится. То есть есть очень много там целая скала. И вот внутри нее мы так визуально для себя так прикинули, выделили один кубометр гранита. Если мы начинаем продалбывать и расковыривать этот гранит, и вот предположим, это вот такое прямо отверстие квадратное мы вырезали вверху, и продалбываем, выдалбываем, и засыпаем сюда песок. Мы засыпаем песок, 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 и это вот песком заполнено. Ну и здесь, соответственно, вот все это засыпано песком, получается. То здесь стало меньше массы. Между песком там уже воздух попадается. Это стало легче. И как бы это довольно обыденная ситуация. Легко каждый может себе представить. То есть одну материю, одно вещество мы заменили на другое вещество. Если мы этот песок отсюда уберем, нальем воду, то в этом кубометре, вот в этой емкости, скажем так, имеющей форму кубического куба, да, с ребром метр, ну что-то уже поменялось. То есть немножко здесь наполнение ведет себя по-другому. Тем не менее, этот кубометр прекрасно себе существует, путешествует вместе с планетой Земля по космическому пространству. Ничего ему не происходит, он не схлопывается. Если мы из этого кубометра уберем воду, там будет воздух. Если мы откачаем воздух, то, ну, совсем качественно откачать воздух трудно, но если очень сильно стараться, улавливать там все атомы, уже какими-то электромагнитными приборами, улавливать там как-то атомы, молекулы, то здесь будет некая такая пустота, которая не будет схлопываться при этом. И понимаете, как, ну, как я об этом мыслю? То есть когда был гранит, он твердый, и на него можно опираться, он такой, его трудно спрессовать. И хорошо, получается, он собой мог держать что-то, распирать что-то остальное. Когда гранит убирают, и там воду убирают, если там была вода, воздух убирают, тем не менее, вот это место остается, и оно никуда не схлопывается. То есть что это осталось? Какая-то, ну, вот какая-то пустота, которая пока в бытовом таком понимании, вот какая-то пустота, которая вообще никак не мешает прохождению предметов, ее нельзя схватить, ее нельзя пощупать. Ну, что там? Есть пока, ну, какие-то электромагнитные поля и гравитационное поле Земли, и там, ну, от всех предметов тоже, от каждой частички исходит гравитационное поле. Но, не знаю, поля разве расталкивают мир вокруг себя? Кто-то скажет, вот эта форма вот этого кубика, вот эта пустота держится за счет того, что вокруг гранит, он твердый. Но мы можем и гранит убрать, и посреди, ну, не знаю, вообще космическое пространство, оно вот все такое вот полое, в нем очень мало вещества, очень мало частиц, все такое пустое, и нет никакой твердой сущности, на которую можно опереться, тем не менее, все это никак не схлопывается. То есть, скажем так, не нужно никакого ни гранита, ни песка, ни воды, ни воздуха в каком-то объеме, чтобы место вот это, в котором оно все может находиться, оставалось. То есть, задумайтесь, когда мы убираем отсюда все вещество с массой, и даже пытаемся как-то экранировать электромагнитные поля, и тут кроме гравитационного поля уже ничего не остается. Тем не менее, вот эта вот пустота, которую никак не ухватить и не взвесить, она все равно существует и никуда не девается. Кто-то скажет, это все равно все материя. Прекрасно. Но даже в таком случае, эта материя, которая вот здесь пустота, она будет совсем другой материей, нежели вот этот маркер. Она будет совсем другой материей, нежели моя рука. Как-то это работает по-другому. Так вот, вот эта ситуация, когда сколько бы мы вещества не забрали из какого-то объема, сколько бы, как бы мы тщательно не откачали весь воздух, как бы мы не выбрали все молекулы и атомы, и все какие-то мельчайшие частицы, как бы мы не экранировали электромагнитные поля, вот это место само никуда не девается. И получается, что, ну, возникает концепция, что есть вот это место, в котором находится Вселенная, что оно все-таки само по себе, что в конкретное место ты хоть помещай материю, хоть не помещай материю, а место все равно есть. И, ну, хорошо, кто-то скажет, что это материя, но это всего лишь способ, как назвать это. А я всегда подчеркиваю, вот кто в моем сообществе государства 3.0 давно находится, те знают, что я постоянно повторяю, меня не интересует, как называются вещи, меня интересует разобраться в их сути. Так вот, суть заключается в том, что хоть помещай сюда гранит, хоть изымай отсюда гранит, место, в котором находится гранит, всегда будет. Хоть суперплотным каким-то, какой там самый сплав, платиной ридиевый, по-моему, самый тяжелый сплав, который 25 тонн на кубометр, то есть вот этот кубометр будет заключать в себе 25 тонн такого сплава. Хоть его сюда помести, хоть все откачай и вакуум сделай, место все равно есть. Я выбрал называть это пространством. Один человек в моем сообществе задавал такой вопрос. Знаете, ну как бы если задуматься, никто никогда не видел чистое пространство. Потому что даже если все откачать, то как вы... Ну все равно электромагнитные и гравитационные поля распространяются по пространству. И если вы подлетите к какому-то кусочку, от вас все равно распространяется гравитационное поле. Хотя здесь тоже не так все просто. По теории Эйнштейна не существует гравитационных полей. Существует только искривление пространства. Мол, электромагнитное это поле, а гравитация это всего лишь искривление пространства, типа у массы есть свойства искривлять пространство. Это вообще дебри. Это очень сложно. Если Нильса Бора вспомнить, то я не помню, ему кажется, принадлежит идея, что в вакууме постоянно возникают парами частицы элементарные, квантовые пары, которые... Там есть какой-то виртуальный шум, они там как-то появляются, исчезают, появляются, исчезают, и иногда появляются стабильные такие пары, которые на расстоянии, они там обладают противоположными свойствами, и на расстоянии зависят друг от друга. Скажите, нам с вами это надо? Нет. Оставим это квантовым физикам. Мы хотим лишь поделить мир на понятные категории. Вот здесь у нас нереальные вещи находятся. Нереальные. А вот эта правая половина, это все реальные вещи. И вот, пожалуйста, среди реальных вещей я разделяю на те, с которыми мы можем взаимодействовать, и с которыми мы не можем взаимодействовать. Не можем взаимодействовать мы с вот этим местом, которое всегда здесь есть, его нельзя расколоть на куски, унести, и чтобы этого места больше не стало. Более того, если вспомнить, что Земля летит в космическом пространстве, то вот это вот то, что нам кажется фиксированным местом, это вообще ерунда. На самом деле, это просто Земля вот такой формы пролетела по космосу, везде вот эта пустота, мы по ней просто пролетели, никакого вот этого фиксированного места нет. Мы всего лишь вот в этом вездесущем месте, непонятном. Болтаемся, такие вот кусочки тверди. В общем, ребят, можно называть это место материей, что это просто другой вид материи. Можно называть это пространством. Я назвал, как бы я выбрал, вслед за очень большой группой людей, называть это пространством. Специально дал такое подробное пояснение, чтобы никто не сказал, что я выдумал, что я рассказываю то, чего не знаю, что вот я рассказал, что на самом деле в мире есть пространство. А, так вот, я сам себя перебил, никто никогда не видел пространство чистое. Куда бы вы не прилетели посмотреть, от вас будет поле исходить. Гравитационное, если верить, что есть гравитационное поле. Электромагнитное поле тоже там будет от вас фонить этими полями. Таким образом, если никто никогда не видел гравитационное поле, то возникает парадокс пустой тарелки, полный котлет. То есть, если пространство, оно, это такая пустота, оно такое пустое, то получается, это вот как бы, представляем, пустую тарелку, вот какая-то пустая тарелка, да, стоит. А человек говорит, я как не посмотрю на эту тарелку, вот в ней котлеты лежат. Вот, ну как-то там по-разному лежат котлеты. И говорит, я всегда вижу ее только с котлетами. Котлет там либо меньше, либо больше, либо гора, либо они плотно упрессованы, либо там слегка-слегка кусочки котлет. Но она всегда только с котлетами. А типа, ты утверждаешь, что есть отдельно пустая тарелка. И мое возражение было такое, что когда ты видишь тарелку и видишь котлеты, ты видишь, что у котлет свои свойства, у тарелки свои свойства. Котлеты мягкие, тарелка тверда. Котлеты какие-то коричневые, тарелка белая. Котлеты могут перемещаться в ней, иногда они с гарниром, иногда одна котлета много гарнира, иногда одни котлеты, иногда плотно утрамбованы, иногда кусочки. И ты видишь, что котлеты и тарелка, они все-таки отдельные сущности, они отделены друг от друга и никак принципиально друг от друга не зависят. И от того, что ты видел тарелку только с котлетами, это не означает, что ты теперь понимаешь, что иначе быть не может. Наоборот, ты видишь, что вот здесь лежала котлета и вот в другой раз ты увидел тарелку, где не было этой котлеты. А в третий раз ты увидел тарелку, где вот эта котлета была, а вот этой котлеты не было. И ты видишь, что и в этом месте может не быть котлеты, и в этом, и в этом может не быть котлеты. И ты в принципе понимаешь, что если их все убрать, то и будет вот такая пустая тарелка. Ты ее по кусочкам уже видел, все, ты представляешь, как она пустая будет выглядеть. Точно так же и с пространством. Мы никогда не видели, чтобы вот это вот место, в котором мы находимся, чтобы оно было совсем пустое. Вот абсолютно, чтобы оно было вот совершенным, идеальным, идеальным образом пустое. Но можно себе легко представить, что вот еще немножечко, еще вот это вот убрать и все, и будет совсем пусто. И ничего никуда не схлопнется, все равно это место будет присутствовать. Таким образом, я надеюсь, все разобрались, что все равно вот это вот место есть. И как его не называй, сущность от этого не поменяется. Все равно оно есть. И я выбрал просто называть его словом пространство. Я такую категорию мыслительную для себя ввожу. То есть я просто волевым усилием в своей системе знаний ввожу такую мыслительную категорию, что вот это место мы будем называть пространством. Я специально потратил такие усилия, чтобы вот это все разжевать. Обязательно нужно вникнуть в это максимально подробно. Не так, что «А, окей, окей, пространство и погнали дальше». Потому что потом начнется путаница. Вы потом начнете сбиваться. Ваша система знаний не будет работать. Нужно предельно ясно вникнуть. И вообще, ребят, мои граждане государства 3.0, которые занимаются со мной в этом сообществе, они от меня наслышаны уже тысячу раз, что школа калечит сознание человека, мышление человека безвозвратно. Когда ребенок начинает что-то соображать, он задает родителям миллионы вопросов. Его интересует разобраться. Он спрашивает, почему солнце встает там, садится туда? Почему? Почему человек загорает под солнечными лучами? Он пытается причинно-следственные связи срастить. Он пытается систему. Вот это вот, как я рисовал, да, элементики, связанные друг с другом. Он пытается систему понять, как это все устроено, как мир устроен, вот это все. И чтобы понять, как с этим взаимодействовать. Когда же он приходит в школу, то он говорит, а вот почему у вас платье вот было яркое, а потом оно как-то поблекло? Как это устроено? Учительница говорит, это урок математики, пиши число, классная работа, и сегодня мы будем проходить деление в столбик. И все, то есть человеку по расписанию навязывают какие-то вещи, которые ему неинтересны, а вопросы, которые у него есть, он хочет задать. Это все пресекается, наказывается, заткнись, не мешай уроку, это не тот урок, вырастешь, узнаешь, это в седьмом классе будешь проходить. И все, у людей возникает ненависть к учебному процессу, и они понимают, что для того, чтобы выжить, вот нужно же подстраиваться под общество. И общество не любит, когда ты задаешь вопросы, которые тебе хочется задать. Но если ты будешь безропотно кивать под их давление, вот они будут говорить тебе, что делать, ты будешь безропотно кивать, тебе дадут еду, и тебе купят приставку, и тебя возьмут с собой на море. Все, человек привыкает к этому, и таким образом мышление калечится навсегда. У людей работает только зазубрил, сдал, забыл. То есть люди заучивают то, что от них требуют учителя, сдают и забывают. Проходят годы, то есть после первых четырех классов в школе, все, мышление покалечено навеки. А до старших классов там уже все. Люди приходят ко мне, и все, что могут сделать, это зазубрить. И таким образом никто не становится умней. Ребят, если вы хотите поумнеть, вам нужно сломать это. Вам нужно разобраться, вам нужно бросить все, вернуться в начало. И как там слышишь, у тебя устроен реальный мир? Как там слышишь, у тебя устроено это объективное существование? Почему ты пространство какое-то? Почему? Как? А ну-ка, где там твой дискорд? А ну-ка, где ваш сервер? Торвальд выделил ник. Обращайтесь ко мне лично. А ну, как ты там говорил? Почему пространство? Я не понял, что там, чем заполнить? Какое место? Ну-ка, расскажи. Чтоб я понял, чтоб у меня система срослась. Как только вы перейдете на такой подход, чтобы у вас срасталась система, вот тогда, прямо в ту секунду, вы начнете очень сильно умнеть. Вы вознесетесь над обычной серой массой людей, которые не привыкли мыслить вообще. И вы будете очень сильно прогрессировать. Пока вы будете зазубривать, что сказал Торвальд, это вы останетесь серой массой, поэтому даже не пытайтесь. Просто тогда ничего. Если вы хотите заучить что-то, а не разобраться, тогда просто лучше для развлечения так, вот на фоне включите это видео, пусть там прожужжит и забудьте навсегда. Так вот, давайте теперь уже предметно с пространством разбираться. Начать нужно с того, что это такое. И здесь сразу подвох. Я слышал разные определения, что такое пространство. И обычно это звучит так. Пространство это объект, нематериальный объект, который обладает там следующими свойствами. И перечисляются свойства. То есть нематериальный объект. Это значит, что пространство не является материей. Чтобы понять, что такое объект, который не является материей, сначала нужно выучить, что такое материя. То есть это определение получается несостоятельно, без хорошего понимания, что такое материя. И понимаете, в чем противоречие. Давайте, вот я нарисовал, ну то есть подписал здесь, с чем мы можем взаимодействовать и с чем мы не можем взаимодействовать. И объяснил уже, что это материя и пространство. То есть вот это у нас нереальные вещи. Значит здесь у нас материя, а здесь у нас пространство. И пространство, оно очень простое. Это вот это место, в котором все присутствует. А материя очень сложна и у нее очень много нюансов. Поэтому я думаю, вы согласитесь, что гораздо проще сначала изучить что-то очень простое. А потом уже разбирать какие-то сложности. А в определениях пространства, получается, вам предлагается сначала хорошо знать, что такое материя. И когда вы хорошо знаете вот это сложное, тогда вам объясняют вот это простое, что это нематериальный объект. Как-то, да, неправильно, что-то в этом нарушено. Так вот, нематериальный объект, который обладает следующими свойствами. И по списку там свойства идет там один, два, три, четыре и вот так вот пошло. Понимаете, во Вселенной очень много объектов. То есть, вот у нас был, в голове у нас была неструктурированная информация. Представление о реальном мире мы разделили ее. Вот нереальные вещи, вот реальные. Это уже хорошо пошла, первичная такая структура в голове. Но даже вот этих реальных объектов очень много во Вселенной. Когда нам говорят, что пространство это нематериальный, ну мы уже поняли, да, мы пока не разбираемся хорошо, что такое материя. Поэтому непонятно, как это нематериальный. Что такое объект? Объект, я уже приводил объяснение, объект это часть среды, которая выделяется из нее по неким свойствам. То есть, смотришь и видно, что посреди какой-то окружающей среды, вот есть некая сущность, где видно, где ее начало и где конец. То есть, по каким-то признакам она явно выделяется из среды. Это объект. Ну, такая традиция есть. Вот вещи, которые явно выделяются из окружающей среды, их называют объектами. Стул явно различимая вещь. Она различимо выделяется из окружающей среды, это называют объектом. А вот если взять какую-то, ну, какую-то одну треть северного сияния где-то в середине, то это не вполне объект, потому что различимо оно не выделяется. Как-то, то есть, там условные какие-то границы можно проводить. То есть, это участком гораздо проще назвать. Так вот, пространство, говорят, это слово нематериальное выбрасываемое. Объект, который обладает кучей свойств. В чем проблема с этим определением? И человек, который просто так вот жил и не готовился ко всяким научным штукам, услышав такое определение, ему нужно будет у себя в оперативной памяти отложить одно свойство, второе свойство, третье свойство. Что оно однородное, что оно непрерывное, что оно не препятствует прохождению предметов, что оно обладает мерностями, то есть, там, длина, ширина, высота. И вот нужно будет, получается, одно свойство отложить в оперативной памяти, пока их перечисляют. Второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое. Все это сначала сложить в памяти, потом начать осознавать, что это за свойства, что они означают. Это такое, это такое, это такое. И вот это все в голове скомпилировать, то есть, как бы, как-то собрать на ходу в единую схему, и потом останется сущая безделица. Взять все объекты во Вселенной, которые вы вообще знаете, о которых вы вообще когда-либо имели представление, и с вот этим сложным набором свойств, которые вы в голове кое-как представили, вам придется просканировать все эти объекты и посверять, какие объекты, вот планета Земля, соответствует ли она такому, там, не соответствует, а что тогда, воздух соответствует, нет, а там какое-то там, не знаю, электромагнитное поле соответствует или не соответствует. И вот вам нужно все-все-все во Вселенной сравнить, прикинуть, и тогда, возможно, вы поймете, что речь идет об этой пустоте, об вот этом месте, о котором я говорил. Это очень сложно, и я вот, положа руку на сердце, я не представляю, как обычный, нормальный, адекватный человек может воспринять такое определение. И это не означает, что определение очень плохое. Для ученых оно строгое, правильное, там, хорошее, нормальное. Ну, есть разные немножко определения, но довольно многие из них очень хороши для пространства. Для ученых они там понимают друг друга. Когда же я пытаюсь объяснить обычному человеку, что такое пространство, я специально отступаю от науки, от строгого научного подхода. И делаю подход более таким, более образным, более понятным. Каждый из нас, практически каждый, вообще любой, хоть сколько-нибудь вменяемый, даже очень глупый человек, имеет представление о том, что такое пустота. Я с очень разными людьми говорил, некоторые были настолько глупы, что доводили меня до белого коленя своими какими-то суждениями. Но все они до единого отвечали искренне, с уверенным голосом, что они имеют представление, что такое пустота. Я спрашивал у людей очень разных. Вы можете закрыть глаза и представить себе пустоту размером с телевизор? Вот перед собой пустоту размером с телевизор. И все мне говорили, да, я могу. Я не могу, честно, не могу припомнить ни одного человека, который не мог бы представить пустоту. И хорошо. Дальше там хитрей, потому что если очень подробно начать спрашивать о свойствах этой пустоты, тут люди начнут теряться. Но экспериментально было выяснено, что абсолютно все опрошенные, вот сколько я людей опрашивал, очень-очень разных, неподготовленных, все сходятся обязательно на двух моментах. Первое, что у пустоты есть мерности. То есть, что длина, ширина и высота. Что оно простирается в разные стороны. То есть, вширь, вдаль, ну, вглубь и в высоту. Простирается. То есть, протяженность у него есть. Протяженность, либо что у него есть мерности, это об одном и том же. Напоминаю, не важно, как называть вещи, главное разбираться в их сути. Я пытаюсь донести вам суть вещей. Если вам нравятся другие названия, пожалуйста, вообще без проблем. Вы можете их просто так применять, даже не сообщая мне в комментариях. Так вот, все люди опрошенные согласны, что у пустоты есть протяженность по трем измерениям, длина, ширина, высота. И что пустота не препятствует перемещению предметов. Вот все абсолютно с этим согласны. Я спрашивал специально у людей много раз, можете ли вы представить себе пустоту без протяженности, без мерностей. И никто не смог. И без протяженности это будет точка без размеров. Но никто не представляет пустоту в качестве точки. То есть, хорошо, я думаю, мы постановили, да, и разобрались, что все обычно люди, ну, просто практически все люди представляют, что у пустоты есть протяженность. И да, все ответили, что никак она не мешает прохождению предметов. В этом и есть смысл у пустоты. Что это ничего нет. Здесь ничего такого нет, что могло бы мешать прохождению предметов. Это именно пустота. Она, да, она именно пропускает предметы через себя. То есть, когда я говорю слово пустота, подразумевается вот такая вот сущность, которая, конечно же, она нематериальная. Неважно, плохо мы или хорошо понимаем материю, но точно это не имеет ничего общего с какими-то предметами, с которыми мы имели дело. Но мы сейчас не углубляемся в понятие нематериальное. Главное, что это вот такая вот штуковина, у всех, которая вот именно, вот она протяженная и ничему не мешает. Отлично. Так вот, чтобы упростить представление о пространстве, я определение максимально сократил до вот такого образного. И звучит оно максимально коротко. Пространство это пустота.